Нужен помощник. И однажды кто-то займёт моё место. Кто? Что, я? Что скажешь, Генри? Будешь моим помощником? А сколько платят? Девять баксов в час. Круто, да? Я буду ходить в этом? Все помощники носят костюмы. Прости, но он уродский. У меня есть вариант. Слишком ярко. А, здорово-модненько. Узковато. Ещё как узко! Боже. Я объёлся фруктов. Эй! Мне нравится! Мне тоже, но... Его очень долго надевали. Поэтому тебе нужна эта специальная жвачка. Специальная? Инструкцию прочти. Жвачки, большие пузыри и добротвори. Что там, Гуч? Кто-то напал на мост у реки Дженди. Мост рухнул? Так точно. Это значит, да. Я понял. Ситуация? Машины в воде. Люди в опасности. Я понял. Это дело рук карапуза. Вперёд! Что? Куда? Людям на мосту нужна наша помощь. Вперёд! То есть мы идём туда? Вместе сейчас? Да. Вставай под трубу. Готов? К чему? Телепорт! Стой, стой! Я не умею! Нажми на пряжку! Телепорт! Стреляй! Нет! Я в тебя попаду! Просто стреляй! Тогда ты станешь уязвимым! Как и Дрэкс! Стреляй! Жалкий трос! А без оскорблений никак? Молодые ребята, держитесь! Что случилось? Я, кажется, ослеп. Кто кричал? Омега-оружие работает? Я всё ещё лысый? Да, оно работает. КРИКИ Вам ещё не надоело проигрывать? В отличие от опасного малого, я не сдаюсь. Сколько можно? Ты опоздал! Через пять минут мы будем над Холмогорском. И весь город забудет, кто ты такой. Так время ещё есть? Да, можно сказать, с избытком. Может, погуляем четыре минуты, потом его побьём? Давай его побьём, а потом погуляем. Умно. Само собой. Лежать! Долго будет падать. На помощь! Спокойно! Держись! Нет! Попрощайся со своим героем! Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет! А, знаешь, я думал, это будет труднее, Генри. Да и, между прочим, я был круче тебя, как напарник. Ты самый ужасный напарник, который у меня был! Что ты делаешь? ВЫСТРЕЛЫ Видишь? Один из нас должен остаться и делать вот так! Нужно направить дирижабль на холмогорский пик! Ну а тот, кто останется, сгорит вместе с дирижаблем! Дай копье! Нет! Не глупи, парень! Ты теперь уязвим! Ты всегда был уязвим! Нет, два дня я был неуязвим! Я супергерой, а ты напарник! Я уволился! Отдай копье! Нет! Отдай копье! Нет! Ты нужен городу, понял? Ему нужен капитан Челл! Надевай парашют и прыгай сейчас же! Нет! Генри! Нет! Ты был прав! Тебе было всего тринадцать, ты не знал, во что ввязывался! Это не твой долг, а мой! Упирайся! Дай мне спасти мой город! Ладно, я уйду. Только я хотел сказать... Что? Я люблю тебя, друг. Нет! Давай здоровяк! Ладно. Я изюшил! Какой мерзкий зом! Нет! Нет! Ими нельзя играть! Опасны малы! Лови клюшку! Вы делаете только... Капитан Чел, где ты? Иди на голос! Марко! Поло! Хватит! Поло! Хватит! Поло! Супергерои, прошу вас, уходите! У-у-у! О-о-о! Мастер! Мастер! Ха! Э-э-э-э! Отдай мне клюшку! Отдай, отдай! Где он? Это я его так? Да, это ты его так. О-о-о! Весь мой магазин разрушен! Не благодарите! Спасибо! Не за что! Идем парить! Нет! Никто не уйдет, пока вы не уберете здесь все это разбитое стекло! Ну, ладно! Но мне надо встать всем, чтобы успеть на контрольную! Это займет всего пять часов! Сейчас дам швабру! Ты сегодня заснул на уроке и провалил тест по истории Пуэрто-Рико! Ну... Ты вообще понимаешь, насколько это очень важный предмет? Да! Мне жаль, что я заснул! Она сказала, это бывает часто! Ты спишь в классе, не делая уроки! Знаю! Это нелегко! Учиться и работать в чепухе! Если страдают оценки, придется бросить работу! Но я не могу! Работа – это очень важно! Это лавка старья! Ты моешь полы! Мисс Шейпин сказала, что я могу пересдать в пятницу! И чтоб только на пять! Конечно! Я пошел заниматься! Эй, стой, 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 стой! Сначала ты приготовишься в теле! Из тюрьмы сбежал заключенный! Ты мне нужен! Ладно, дай мне десять минут! Хорошо! Скачи во весь опор! Ладно! Сейчас только достану жвачку! Я смогу! Ты меня разочаровал! Я всех разочаровываю! Мне надо дать кличку «Разочаровальщик»! Ну, просто, ну, объясни мне, в чем проблема? Во времени, школа, работа с тобой, семья! Слишком много всего! Ну, я знаю, кто может разобраться с твоей семьей! Что? Шучу! Шутка! Но, правда, знаю! О! Я могу помочь тебе! Серьезно? Встретимся завтра в штабе! Хорошо! С помощью преобразователя мозговых данных! Или, если коротко, ПМД! Это устройство поможет передавать знания от источника данных прямо в твой мозг! 90 миллионов лалабайт в секунду! А почему я привезен к креслу? Хочешь пять по пуэрто-риканской математике? Истории! Неважно! Начнем процедуру! Да, давай! Вот так! Итак, я загружу в компьютер все мировые знания по истории Пуэрто-рико! Неважно! Помогли, спасибо, что мне! Э-э... Побочный эффект! Побочный эффект? Видишь ли, после использования ПМД у людей бывают небольшие проблемы с порядком слов! Раньше сказать не мог ты мне! Самое главное, это то, что ты хорошо сдашь тест! Да! А-а-а! Почему я... Это еще один побочный эффект! Иногда люди визжат, как... Девчонки! Но... Несколько дней! О! Несколько визжать, как девчонка дней! Стоп! А-а-а! Что? Твой тест! За сто перездачу получил баллов я? То есть... Я получил сто баллов за перездачу? Ты правильно ответил на все вопросы! Здорово! А-а-а! В чем дело? Дело в том, что все выпускаются из школы, а я нет! Это не помешает тебе быть моим напарником? Я не хочу всю жизнь быть напарником! Не переживай! Ты займешь мое место, когда я уйду на покой! Лет через 30! Через 30? Ладно, скорее через 40! Я в отличной форме! Чувак, я бы не хотел проторчать в Холмогорске всю свою жизнь! О, извини, я не знал, что ты так страдаешь! Я сам этого не понимал! Я шесть лет просидел здесь, принимая срочные вызовы! Альберт Эйнштейн, Леброн... Джеймс, Папа Римский... Что? Ни один из них не закончил школу! Каждый из них закончил школу, я уверен! О, это моя статуя! Я думал, она будет больше! Открывай ящик, я хочу ее увидеть! Там нет никакой статуи! А? Тогда что там? Ого! Это чел пещера? Кто это? О, это Боус! Вице-мэр попросил нас за ним присмотреть! Кто этот парень? Шайпер? Шаспер? О, нет, это... Швоз... Швоз! Ну вот опять! Супер! Очень приятно, Швоз! Сбегай за стирателем памяти! Сейчас! А для чего он нужен? О, он не понадобится, Рэй! Что за Рэй? Нет, сходи за ним, Швоз! По-по-постой, Швоз! Что это такое? Это для встречи опасного малого с мэром Соседограда! О, нет! Что за встреча? Это сегодня? Возможно, он станет супергероем Соседограда! Иди за стирателем, Швоз! И давно ты решил от меня уйти? Я не собираюсь от тебя уходить! Я не хочу в Соседоград! Тогда зачем это здесь? Мэр достал меня звонками! Вот я и решил пригласить его, выслушать и сказать, чтобы он мне больше не звонил! Что ж, давай послушаем, что он предложит! Скорее всего, какой-нибудь отстой! Может, тебе стоит принять его предложение, Генри? Кто такой Генри? Блин! Думаю, это он! Где стиратель памяти, Швоз? Я говорю, нет! Серьезно? Я сомневаюсь в твоей преданности Холмогорску! В моей преданности? Ты шутишь? И в твоей преданности мне! Из-за преданности работе я остаюсь на второй год! Ой, мои друзья уезжают, а я торчу здесь и спасаю жизни людей! Вот именно! Я спасаю жизни других, а своей у меня нет! Ты пообещал защищать этот город! В 13 лет! И что? Мне это больше не интересно! Ты боишься застрять в Холмогорске вместе со мной! Да, Рэй, так и есть! А кто такой Рэй? Блин! Я думаю, это он! Где этот стиратель памяти, Швоз? Я не хочу быть напарником еще 30, 40, 50 лет! Я тебе сказал, что ты будешь моим напарником, а потом займешь мое место, когда я уйду на покой! Я не хочу быть капитаном-челом, понимаешь? Я не желаю быть капитаном-челом! Я никогда не буду капитаном-челом! Пссс! Он перед тобой! Тогда зачем ты здесь? Хороший вопрос! Что ты делаешь? Увольняюсь! ВЗРЫВ 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 Всем привет! Я Генри Харт! В прошлом опасный малый! И, кстати, Рэй! Что? Я выше тебя! Мой сын неудачник! Послушай, мам! Почему ты целый год не был на уроках? Что ты вообще делал? Он ничего не делал! Он ничего не делал, потому что он неудачник! Хочешь знать, что я делал? Я скажу, что я делал! Я спасал этот город! Именно так! Я опасный малый! ВЗРЫВ ВЗРЫВ О, слушай, у меня нет жвачки, так как я только что уволился! Значит, ты еще и безработный! Нет! ВЗРЫВ То есть ты прав! Ну, я не хотел! Это... ВЗРЫВ ВЗРЫВ О, надо отсюда выбираться! Может, мы... Эй! Вы меня слышите? Да! Эй, да, да! Мы вас слышим! Меня зовут Роберт Кирби! Я комендант здания! Привет, Роберт! Кто вы? Я опасный малый! Серьезно? А капитан Челл тоже там? Нет! А-а-а! Эй, опасный малый! Да! Можно сделать с тобой селфи! Давайте поговорим об этом позже, Роберт! Хорошо! Только не забудь! А-а-а! Ой, нет! Дрось сейчас лопнет! А-а-а! Что произошло? Э-э... Лифт как бы... Ушел! Что? Куда он ушел? Думаю, спустился на 79 этажей! Какой кошмар! Не бойся! Я тебя держу! Готова к подъему? А, да! Только... Погоди секунду! Хорошо, но... Надо спешить! Постой! Вы поцеловались? Да, в воздухе! Ого! Поцелуй в воздухе! Ого! А-а-а! И ты не взбешен? Я бешен и счастлив! Любимая девушка его поцеловала! Почему он должен быть взбешен? Потому что она поцеловала не Генри, а опасного малого! Да! А я опасный малый! Она не понимает! Ребята! Мы все знаем, что Генри опасный малый, а Бьянка не знает! Да! Но... Она... О, нет! Ты права! Да! Генри, тебе же нравится, Бьянка! Нравилось! А теперь ты считаешь ее плохой, потому что она поцеловала опасного малого! А-а-а! То есть тебя! Она не знала, что это я! Уверен! Она бы без раздумий променяла меня на опасного малого! Если ты в этом так уверен, то давай проверим! И-и-и! Как именно? Спаси ее еще раз! Вот именно! Да! А потом, когда ты ее спасешь, попробуй по-настоящему влюбить ее в опасного малого! Э-э-э! Куда собралась? Да! Куда собралась? Мне надо поговорить с учительницей! О! Не получится! Ничего не выйдет! Да-да! Нет-нет-нет-нет! Не бывать этому никогда! Нет! Никуда ты не пойдешь! Точно, да! Кто вы, ребята? О-о-о! Эй! Верни мой телефон! Нет! Не вернем! Мы... Мы удалим твои контакты! А потом я тебя вырублю! Что? Эй! Отстать от нее! Опасный малыш! Не нервничай! Нас двое, он один! Да! Тебе не стоит связываться с такими крутыми подростками, как мы, потому что иначе мы тебя! А! 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 Ну все, хватит довольно! Достаточно! Тогда убирайся и друга своего забирай! Хорошо, хорошо! Хорошо! Да! Двигай отсюда! Ладно, ладно! Кажется, это твой телефон! Спасибо! Спасибо! Это невероятно! А! С такими я легко разбираюсь! Нет! Я имела в виду, что ты спас меня во второй раз за эту неделю! Может, ты хочешь меня отблагодарить? Ты не хочешь меня поцеловать? Нет! Но мы уже целовались! Да! Но это было ошибкой! Слушай, я очень благодарна тебе за спасение! Но? Но мне нравится кое-кто другой! А! Но я же напарник супергероя! Я знаю! И ты очень милый! И такой классный! И так далее! Но! Бьянка! Я понял! Спасибо за понимание! Не за что! Надо чаще качаться! То есть, начать качаться! Генри! Ты меня спасешь? Конечно! Без проблем! Ведь я качаюсь! Закрой пасть, лев! У нас важный момент! Слава небесам! Это всего лишь сон! Какой сон? О! О! Твой сон? Было губах? Гигантских губах! Не твоих! Они за мной гонялись! Тебя там не было! Отстань! Ладно! У тебя телефон к лицу прилип! Потому что я спала на нем! Куда ты собралась? Мне надо лыбезать! То есть, бежать! Поцелуемся позже! То есть, увидимся позже! Ozzy Когда уже Лив приедет... Привет, Шарлоттан! Меня преследует сон, который меня пугает! Как интересно! Меня преследует сон, в котором мне дают пароль и человека входятся без побоев! Что ж, мой сон немного другой Я почти целуюсь с другом В губы, представляешь? Ой, какая гадость А друг мой брат? Нет, 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 нет Значит, это Джаспер, ведь других друзей у тебя нет Жестоко Но это так Ладно, допустим, это Джаспер Странный выбор, но ладно Да, и я постоянно вижу этот сон А еще я очень странно себя чувствую рядом с Джаспером Что ж, будь осторожна Моей подруге Марли приснилось, что ее друг почти поцеловал ее в ночоболе А через неделю они пошли в ночобол и бум Он ее поцеловал В губы причины Да бросьте вы, это всего лишь сон Не смей ничего говорить За исключением твоего пароля от аккаунта Фрэнфликс Насчет Марлы Это подлинная история Ее сон оказался вещем? Да Если не хочешь, чтобы Джаспер тебя поцеловал, советую его избегать И всего остального, что было в том сне Да Рэй, а где опасный малыш? Пошел в комнату для мальчиков О, это радует Я принесла срокбилизатор, вот, лови Нет, 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 нет Привет, Шарлотта Мы тебя ждали Ну вот, теперь я могу уходить А-а-а-а Что случилось? Шарлотта упала в вольер ко льву Это плохо, чувак Ай! Что ты делаешь? Не хочу, чтобы ты меня спасал Почему нет? Потому что я не хочу, чтобы ты меня поцеловал Что? Зачем мне тебя целовать? Зачем? Оставьте нас наедине О, на самом интересном месте Что ж, пойду патрулировать за барк Зачем мне тебя целовать? Во сне ты меня почти поцеловал Помнишь, на днях я заснула в Челпещере? Да И мне приснилось то, что происходит сейчас И когда ты меня вытащил из пасмы Ну, ты понимаешь Поцеловались? Ну, почти, да Это был лишь сон, Шарлотта А сейчас тебя хочет съесть настоящий лев Который чувствует твой страх И голодный Уйдите, Фрэнс! Извините Просто эти сны меня очень беспокоят Ведь ты для меня просто друг Ты для меня тоже Напоминаю, там лев Тогда почему мне это снится? Я не знаю Сны вообще странные Давай продолжим этот разговор После того, как я спасу тебя Видишь, под тобой огромный лев Обещаешь меня не целовать? Да, Биль Я могу отвернуться Ладно Хватайся за руку, пожалуйста Супер Я не смотрю, видишь? Я отвернулся Это ты? Держу тебя Порядок Ну вот Порядок Порядок Видишь? Все нормально И мы определенно не целуемся Генри, позапускай мечи Ладно Только я перекушу Ну, дурацкий экран совсем не работает Хорошо Приготовься Именинница Готова Давай, Генри Хорошо Сейчас Вот в этот-то момент С Дебби случилась неприятность Дебби Что? Перестаньте снимать и вызовите службу спасения Да, да Как это могло случиться? Ты установил скорость 150 километров в час Что? Я? Я? Генри Ты установил 11 уровень скорости О-о-о-о Неправда? Зачем ты это сделал? О-о-о-о Шарлотта? Я ставила двойку Только ты стоял рядом с машиной Ну я не... Охрана! Я... я ничего не делал Я вообще не прикасывался к этой машине Клинтон! Вот так старину Генри вышвырнули с вечеринки Которая еще даже не началась Потому что Генри установил скорость на 11 Конец Это не я! Ну, сказал это ты Эй! Все внимание! Ау! 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 Что он здесь делает? Это Генри Харт Зачем он тут? Что у тебя было с Капитаном после Родео? Вы все напуганы моим появлением из-за того, что было в прошлом году Спой рэкинг-бол Нет! Я пришел не петь! Я пришел, потому что вы вините меня в том, чего я не делал Только ты стоял у машины, запускающей мячи! Да! Эй, Генри! Ты должен попробовать фрикадельки! Я понимаю, почему вы думаете, что я изменил скорость мяча? Но, может, это не я! Может, это кто-то другой! Например, Шарлотта! А? Ничего себе! Она стала завидовать Дебби после того, как та победила ее в конкурсе по орфографии! Но ведь все знают, что я должна была победить! Или это мог быть Джаспер! Ведь он так и не простил Дебби за то, что она смеялась над его ведрами! Я все помнил! А может, это была Пайпер! Эй! Я вообще не хотела приходить на тот день рождения! И на этот! Что я вообще здесь делаю? Может, это был Сидни или Оливер! Их наказали, потому что Дебби рассказала учительнице, что они ели жуков! Перейдем к главному! Я знаю, кто изменил скорость мяча и сшиб Дебби с крыши! И могу это доказать! Так докажи! Хорошо! А теперь я докажу, что я не тот человек, из-за которого ровно год назад Дебби упала с этой крыши! С помощью этого телефона я покажу вам фотографии, сделанные перед прошлым днем рождения Дебби! Фото один! Тут мы видим, как Джаспер вытирает потную руку об Шарлотту! А слева мы видим, как Сидни и Оливер едят жуков! Ничего нового! Я вообще не ем жуков с самой Пасхи! Я ем жука прямо сейчас! Посмотрите внимательно! Что мы видим на заднем плане? М? Это моя сестра Пайпер, как всегда, чем-то очень расстроенная! Фото два! Здесь мы четко видим Пайпер! Она явно расстроена из-за своего сломанного телефона! Она его бросает! А-а-а! Что? И что? Рад, что спросила! Фото три! Вы видите меня! Невинна стоящего у машины для выстреливания мечей! А если приблизить... То можно увидеть телефон Пайпер, ударяющий по кнопке с цифрой одиннадцать! Это Пайпер! Охрана! Ну? Ну? Я не виновата! Я не знала, что телефон попадет в кнопку! Я жертва! Пустите! Это я жертва! Я хочу поговорить с адвокатом! Мотор! С днем рождения! Извините, стоп! Один момент! А что случилось? Э-э-э... Куда ты пошел? Куда я пошел? Я обожаю, когда мне устраивают сюрпризы! Так что я сейчас выйду за дверь на пару минут, а потом вернусь, и вы к хорам крикнете сюрприз! Ладно? Оху! Отличная мысль! Я уже придумал, где спрячусь! А ну, стоять! Да, не смешно, Дж... Да! Издеваетесь! Это Джефф! Я заметил! Он такой, олух! Я знаю, чувак! У вас молотка не будет? А лучше кувалды! Откуда у нас молоток? И с какой стати нам его тебе давать? И зачем ты грабишь банк крови? Чтоб деньжар добыть! Смотрите, какие огромные сейфы! Это не сейфы, а холодильники! И чтобы их открыть, надо сделать так! Ну, ведь здесь надпись! Банк! А в банках хранят деньги... Все, все, хорош! Я не хочу тебя слушать, Джек! Я не в настроении совсем! Ладно, спокойно, все хорошо! Как он не надоел! Все! Покровяем тебя! Поступил сигнал! Надо бежать! А что это за сигнал? Это хороший вопрос! Это... Это сигнал... Напоминание насчет сюрприза, который я хотел устроить в день рождения Генри! Ты о фейерверках? Ты о фейерверках? Да! О фейерверках! О шоу фейерверков, которое устроит только для нас двоих! Надо же! Так вот подумать! Так что надо бежать! Увидимся! Не ешьте торт без нас! Мы мигом! Чувак, что ты делаешь? Пытаюсь украсть этот кондиционер! Стоп! Зачем тебе нужен промышленный кондиционер? Ты ведь знаешь, что я снова к маме переехал! Откуда мне знать? И как ты знаешь, у нее в квартире нет кондиционера! И этого я не знал! И ты ведь знаешь, какой я потливый! А вот это я знаю! Но это уже в прошлом, благодаря этой штуке! Помоги, братан! Я возьму трос, а ты обхвати мою потное кузо и... Оу-оу-оу-оу-оу! Оу-оу! ВРФО, мама! О, нет! Так! Ага! Порядок! Привет, мам! Как вы там? Генри, тут куча людей, и они хотят торт! Джаспер говорит, он растает! Я уже не могу его охлаждать! Извини, я старался! Но мы не можем его съесть, пока не зажжем свечу и не споем тебе песню поздравления! Это радует! Поэтому сейчас мы ее споем! Что? Нет-нет-нет-нет! Не надо! Давайте все вместе! Нет-нет! Опасный малый, мы задержались! А-а-а! С днем рождения! С днем рождения! А-а-а! 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 Можете петь побыстрее! А-а-а! С днем рождения! А-а-а! 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 Теперь можете съесть мой торт! Стоит и должен загадать желание и свечу задуть! А-а-а! Пока не получилось! Есть! Пока, Генри! Кошмар! Что ты делал под дверью? Не ел торт! Привет! Целых десять лет, сейчас! Отюметь, да? Ну, а когда ты, как опасный малый, вместе с капитаном сражаешься со злодеями, тебе не бывает страшно? Нет! Когда людям нужна помощь, я не думаю, я действую! Слова достойные йоды? Как ты меня понимаешь? О, боже! Ты это видел? Он скрыл тачку! Надо вызвать копов! Копы не нужны! Почему не нужны? Ты же ведь опасный малый! Точно! Но дело в том, что капитана нет рядом, поэтому... Он же один! Разберись с ним, опасный малый! Ну, я не знаю... Эй, ты! А ну, прекрати! Слышишь, ты! В машине! О, крутой костюм! Это не просто костюм! Я... Вообще-то я опасный малый! Круто! Подашь отвертку? Для чего? Я тут кое-что угоняю! Ты не посмотришь в наборе угонщика? Я не собираюсь смотреть в твоем наборе! Ты... Ты арестован! Ха-ха-ха-ха! А ты забавный! Погоди! Я сейчас выйду! Ты что, юный напарник капитана Челла? Это опасный малый! И он тебя просто порвет! Я разберусь, Моника! Пожалуйста, иди домой! Уверен, капитан бы заплатил большие бабки, чтобы ему вернули напарничка! Мы не коммерческая организация, так что я очень сомневаюсь, что он... Ну, теперь у тебя точно проблемы! Перестань помогать мне! Не сопротивляйся! Иди сюда! Чувак! Дверь была не заперта! Знаю, Джефф! Ну, я выбил ее! Потому что ты мне не нравишься! Я что-то не вижу своих больших и жирных гамбургеров! Единственное, что будет в твоей жизни большим и жирным, это твой сокамерный! Ну, а когда я получу миллион долларов... Ладно, ты слишком глупый, сядь! Привет, опасный малый! Я за тебя беспокоился! А-а-а... Спасибо, босс! Я за тебя тоже беспокоился! Ну, уверен, ты бы и без меня справился с этим мелким воришкой! О, да! Я как раз хотел порвать веревки и задать ему большую трепку! Что ж, отлично! Валяй! Покажи ему, кто тут босс! Да, опасный малый! Давай, вломи ему! Обожаю, когда ребята дерутся! Хорошо! Это тебе за то, что взломал чужую машину! И за то, что похитил нас на Хэллоуин! О! О! Я сделал это ради тебя! Так держать ОМ! Да! Молодец, парень! Можно тебе на секунду? Конечно! Я нужен боссу! Слушай, капитан! Да? Я не опасный малый! Я знаю! И, может, стоит еще кое-кому сказать? Но если я скажу ей, она не будет со мной! Сколько тебе лет? Тринадцать! Маловато, чтобы начинать лгать девушкам! Ладно, я скажу! Готово! Ты свободна! Спасибо! Слушай, а когда капитан Челл подозвал тебя... Да? О чем вы говорили? Ну, понимаешь... Он дал мне прибавку! Да ладно! Да, именно так! Я горжусь тобой, опасный малый! Что ж, я это заслужил! Такие сапоги сейчас самый писк! Я с вами соглашусь! Я на жвачку наступил! Откуда она здесь взялась? Это уже не важно! Надо скорее ее отлепить! Как? Я использую замораживающий луч, чтобы превратить жвачку в ультралет! Потом мы ударим по ней молотком и разобьем на миллион кусочков! Стоп! А нет более простого способа отлепить жвачку? Я возьму салфетку! Закончились! Действуй, швоз! Это проще замороженной репы! Только сапог не заморозь! Я умею пользоваться этой штукой! Знаете, конечно, я помню, как это... Чего это он? Ой! Сапог замерзает! Удали жвачку, швоз! Кого она волнует? Снимите с моей ноги сапог! Нет! Да, вернят! Так, возможно, у меня есть одна идея относительно того, как мы можем... Что? Что за идея? Ну, вы все знаете, что такое универсальная пространственная двойственность, так ведь? Да, само собой! Просто скажите «да». Да, конечно! Это моя любимая двойственность! Супер! Значит, вы в курсе, что во Вселенной бесчисленное количество измерений, некоторые из которых похожи на наши? Конечно, швоз! Само собой! Я это знал! Я это знал! Поэтому мы можем использовать межпространственный транспортер корпорации зла. Чтобы попасть в измерения, похожие на наши, и взять там сапог Тиранас! Да, в измерении, как у нас, но с парой небольших отличий. Например, там люди тебя слушают и ведут себя, как кошки. Есть измерение, в котором вы меня слушаете, и я бы с удовольствием туда отправилась. А мы с Жаспером в измерения кошек. Супер! О, это измерение такое странное. Да, но сейчас главное – украсть этот сапог Тиранас. Стоп, 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 стоп! Что? Их следует отвлечь. Вы это видите? Ничего себе! Что это? Я просто умираю от любопытства. А вот и обед. Что вы ищете? Очуметь! Что за движущаяся точка? Я постараюсь ее поймать. О! Пошел, пошел, пошел. Сапог у вас? Само собой. Представляете, они хотели поджечь столбы для чесания когтей. Поджечь? Что может быть весенней? Ребята, боюсь, что Рэй скоро будет здесь. О, нет, нет. О, нет, нет. Нет, нет. Швоз! Так, 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 ребята, успокойтесь. Ведем себя непринужденно. Хватит! Поэтому Рэй бы выиграл поединок с вулканом. Спасибо. Привет, Рэй. Я тебя не заметил, что странно. Ведь ты такой здоровый. Спасибо за комплимент, но меня сейчас интересует лишь сапог. Он там, где ты его оставил, как видишь. Супер. Супер. Есть! 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 Ребята, кто расскажет мне о равнобедренном треугольнике? Сэр. У нас урок истории. Кто расскажет мне об истории равнобедренного треугольника? Орто? Что ты знаешь? Я... Я новенький. Эм, простите, мистер Гелдинг. Можно поговорить с вами в коридоре? Я вообще-то провожу урок. Я хочу задать вопрос о личной гигиене. Идём в коридор. Эй, я тоже хочу задать вопрос о личной гигиене. Что ты делаешь? Почему ты тут? Я шпионю за Орта. К чему это так цель? Я шпионю за Орта. Но где наша учительница? Ну, я её заразил... О, боже. Ветрянкой. Это худший вид оспы. А рыбья оспа... Такой оспы не существует. Слушай, это вы с Шарлоттой сказали, что он какой-то странный. Я знаю, но только... Мы знаем, что его отец Дрельфингер. Теперь надо выяснить, что они задумали. Так, кто может провести ещё примеры злых людей, Орта? О, думай, Орта. Ты должен знать человека с злыми намерениями. Например, того, кто планирует устроить диверсию в школе. Да, Орта. Я не совсем понимаю, каков твой план. Эм, я собирался после урока съесть ролл с индейкой. Ага! Ты, ученик, проверь этот ролл с индейкой. Что происходит-то? Всё чисто. А теперь, ученики, чтобы по-настоящему познать историю, мы должны сперва узнать вашу историю. Поэтому завтра вы должны привести на урок своих отцов. О, здрасте. Это... Привет, Орта. Привет, пап. Неужели к нам пожаловал отец Орта? Акцент! Неужели это отец Орта? Да. Простите за опоздание, у меня были дела. Что за дела? Да. Что за дела? Да так, работа. Значит, сегодня у вас день знакомства с отцами, не так ли? Верно. Ясно. И... Что теперь? Может, вы расскажете детям о той работе, которой вы занимаетесь? Попа! Оу, надо же! Похоже, у папы Орта проблемы со здоровьем. Нет, это вы с ним что-то сделали. Сейчас я позвоню маме, и у вас будут больших... Ой-ой, Орта упал. Боже, правый, похоже, у него наследственное заболевание. Надо отнести их к медсестре. Да, давайте скорее, ребята. Ну, мистер, вы готовы признать, что вы дрельфингер? Что? Что за дрельфингер? Вы знаете, что вы дрельфингер. Вы сумасшедший злобный дантист. И теперь ваш черед быть просверленным. В смысле? Я не знаю. Да я не дантист. Я даже зубы не чищу. Секунду. Что, Гуч, я тут занят с дрелем. Нет, это не так. А? Дреля только что видели в Небраске. В Небраске? Именно. Он сбросил 4 мегатонны сахара в водопровод. И что? Вода очень сладкая. Зубы в опасности. Ясно. Что делать? Ничего. Мы защищаем только Холмогорск. Небраска не наше дело. Да. Но постойте. Если настоящий дрель в Небраске, то кто это? Он мой отец, тупицы. Но зачем ты интересовался водоснабжением школы? Потому что мой дядя продает водяные фильтры для школы предприятий. А-а-а. Ладно, но почему ты спрашивал о камерах наблюдения? Потому что в предыдущей школе Орто камеры сняли, как он ковырялся в носу. А-а-а. После этого все меня стали называть козявкой. Дети жестокие. Что такое камблор? Это типа приложение для знакомств. Только он сводит не женщин и чудиков, а героев и злодеев. Зачем злодеям искать героев? Ради пиара. И паблисити. Сам подумай. А злодей, который сразится с капитаном, расскажет в новостях... А если он тебя победит... ...то мигом найдет спонсоров. Злодейское хобби станет для него карьерой. Да бросьте, меня никто не победит. Сказал чувак, который боится зарегиться в камблоре. Я не боюсь в нем зарегиться. Просто я предпочитаю старомодный способ. Я сталкиваюсь со злодеем. У нас завязывается разговор. Слово за словой. У нас начинается поединок. Это супер. Герои и злодеи давно не знакомятся таким образом. Что ж, очень жаль. Просто попробуй. Скачай апп, создай профиль. Вдруг кого найдешь? Нет. Эй, может твой идеальный злодей еще встречит с тобой? Прямо сейчас. А вдруг я начну драться со злодеем и... ...нечаянно испачкаю попу горчицы, и он прозовет горчичные попы. Это же будет позор. С тобой это уже случалось? Нет. Это довольно необычное опасение. Не случалось. А может, ты, опасный малый, объединитесь? И устроим двойной поединок? Конечно. Давай, чувак. Как часто ты борешься с преступностью? Раз в неделю? По субботам? Слушай, просто попробуй. Будет весело. Пожалуйста, чувак. Притвори, что ты его не видел. Не может быть. Притвори, что не видел. На фото он был совсем другим. Он тебя обманул. Глупец. Он идёт к нам. Он точно идёт к нам. Посмотри, чувак. О, привет. Это я. Газонный Рейнджер. Я тебя не узнал. Наверное, потому что на фотографиях в приложении ты совсем другой. Я знаю. Их следует обновить. Но не волнуйтесь. Я отлично берусь. Ой-ой. Супер. Штаны порвались. Я догадался. Прошу прощения. Я отойду на пару минут. Боюсь, как бы... Хорошо. Угу. Этот подальник... Это был ошибкой. Пойдём. Герои и злодеи. Давайте поприветствуем самого крутого злодея в нашем городе. Класс. Давайте поаллогируем кому. Чувак, это же Кайл. Мой соперник. Он круче, чем на фотках. Мы пойдём или нет? Что? Пойдём домой. Ты шутишь? Я хочу домой. А как же Кайл? Я хочу пойти домой. А можно я сражусь с Кайлом? А мне что делать? Подерись с газонщиком. У вас ведь мэч. Так что тебе следует дать ему шанс. Ты сам сказал, что это был ошибкой. Ты это сказал. Йоу, это неизбежный риск, чувак. Если ты уйдёшь, опять будешь грустить и хлопья жевать. Я люблю их жевать. Где опасный малый? Я здесь! Я ваша не оставляю. Извините, не с этим. Кайлс был. Надо бежать, надо бежать, надо бежать. Привет. Атака травой! Атака травой! Атака травой! Эм, простите. Тот джентльмен вас угощает. Кто? Карапуз? Так, так, так. Капитан Чау. Ты что здесь делаешь? Да, что-то скучно стало. Надоело драться с одними и теми же героями. Серьёзно? И мой младший братик... Родничок? Да. Он убедил меня создать профиль в аппе под названием Камблр. Я тоже создал, поэтому я здесь. Я понял. Но я не знаю. Это не моё. Спасибо. Камблр свёл меня с героем, чей псевдоним убойный маги. И он совсем не похож на своё фото. Да! Вот наглость! Я предпочитаю, что модный способ.